Привет, мои хорошие, с вами Селена. Сегодня я решила с вами поздороваться с подушки. Я ждусь, сейчас мама должна прийти. Ой, я отправлюсь по делам, куча дел. И малышня моя уже совсем вырос, так скажи. Уже всяких приколюх, уже утром меня будет ладонью, целует меня. Вот, то есть зуб у нас вырос, кто не знает, в инстаграме уже зна. Ой, я чуток не выспалась, ну, ничего. У меня, кстати, второй день диеты. Ну, как не выспалась, я поспала... Сколько я поспала? Шесть часов. У меня второй день диеты. Сейчас покажу. По поводу похудения я буду снимать отдельный целый влог, но сейчас покажу вам, что вот у меня второй день. И сегодня, кстати, вот я что использую. Целая коробка там всего. И сегодня я использую вообще... То есть я еще не ела. Время половина первого. Проснулись мы в одиннадцать. Ну, я с утра уже в восемь даже проснулась, уже голодная. И пила натощак вот нарзанчик минеральную водичку. Кстати, очень вкусная и нормальная. Я бы не сказала, что прям как-то ужасно нетерпимо. Сейчас поем свекольник. Там у меня по плану кисель печеночный. Вот так. А, еще, кстати, вот я купила вот эти витамины. Вот они, они. Это черная смородина из Армеля. Я внизу оставлю ссылку. Смотрите, здесь 20 пакетиков. И на удивление, ну просто очень, очень вкусно. Вот такие пакетики. Ой, такие пакетики. Они разводятся в 100 граммах воды. И просто, ну, знаете, я думала, что это будет как, может, витамин С, который у меня уже вот здесь вот сидит. Я вот жидкие витамины просто пью, всегда употребляю. Но это просто вот реально как сок. Очень вкусно. И вот, вот, не знаю, мне кажется, я буду постоянно их брать теперь. Еще надо лимончик попробовать. Ну, правда, прям реально как сок, очень вкусно. Как натуральный сок. Ну, а здесь, ну, а что это, да? Это витамины. Витамины, сейчас вам скажу. Сейчас, сыночка, здесь состав. Экстракт, сок черной смородины, фруктоза, инулин, элькарнитин, имбирь. Имбиря вообще не чувствуется, я его не люблю. Цитрат магния, экстракт облепихи. То есть вот, все, разводишь и поглощаешь витамины. Ну, у меня целая брошюра есть, там вообще и омолаживает, и все, и кожу, и организм, там там супер-пупер дела. Ну, бегу, бегу. Ничего не дает поделать. А вы говорите, как сейчас пьет? Ты как пьешь пьешь? Как пьешь пьешь? Вот, решила при вас. Это мой свекольник. Наливаю теплой водички. Стаканчик. Все мешаю. И, кстати, очень-очень вкусно. Мне очень нравится. Прям борщ, там все, и капуста, и картошка, все есть. Ну, вот так вот все мелко сделано. И вот так вот пьем. Как вкусненько. Правда, очень вкусно. И тепло на душе. Потому что теплый. Решила все-таки принять ванну. И что я сделала? А, перед солярием, перед солярием хочу все-таки. Брови нельзя, чтобы загорали, но я их закрою. В общем, я не могу без солярия, я не могу без солярия. Поэтому мне плевать на все, хочу в солярии. Так что сегодня вы пойдете со мной в солярии. Вот эту вот маску сделала. Просто я сейчас пахну. Это из дерева. Дерево розового. Розвуд. А, треше маска. И что еще я сделала? А, и скрабик. Вот, я делаю перед солярием скрабик. Ну, я сделала легенький скрабик. Этот кофейный. У меня сейчас пахну, знаете, как будто духами какими-то. Знаете, есть такой табак, ванила какой-нибудь. Вот такие ароматы. И от меня прям такой аромат идет классный. Кстати, по поводу вот этой вот зубной пасты. Скоро вам расскажу. Не буду. Эфир отдельно сделаю. Там белые зубы, отбеливание зубов. Что-нибудь такое. Ну, все, одеваюсь, выходим. Много дел у нас с вами. Ой, мамочки, на улице такой ветер. Сейчас покажу, в чем я одета. У меня новая кофточка. Хэштег. Я любовь. Согласны? I love. Вот так вот я приодета. Если вам видно. Видно. Вообще, я мечтаю, чтобы у меня было, скажем так, телефоны торчат. Мечтаю, чтобы у меня было на входе большое зеркало. И перед тем, как выходить, я бы всегда вам показывала свой лук. Клево было бы. Так, все. Все сделала. Открываем ворота. Отправляемся в поход. Не, нормально. Как всегда, блин, что-то забыла. Мама звонит, говорит, что папку с документами забыла. Я же по машине дела делаю. Сейчас, короче, в ателье заеду тут рядом с домом. Оставлю им штанишки. И домой опять. Захожу в ателье и говорю, сделайте мне вот здесь вот буквально. Ну, мне надо срочно, потому что я раз в седелю выхожу, блин, без малыша, чтобы не ездить это. У них только через неделю примерка, какая-то очередь. Там все так сложно. Я просто думаю, понятно. Короче, сама дома сделаю. Будет все шикардос. Как начнут вот это накидывать на себя. Пуха. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Я блондинка сто пудов. Потому что я поехала вообще сначала на Доватора. Когда мне нужно на Вавилово. Я забыла, что на Доватора я ездила за посылкой. И такая думаю, ну вот туда, далеко куда-то. И нажала. Приехала, думаю, твою. Еще 25 минут потратила, чтобы доехать до сюда. Так, все, я сейчас беру документы и бегу их скорее сдавать адвокатам. Просто охренеть, какая сумма получилась. Так, вам примерно скажу, что полмиллиона. Трэш вообще. Ну вот я переехала в свой солярий. Кстати, мне здесь очень нравятся. Здесь елочки такие. Классное такое вот. Классное место. Бассейн бы здесь был вообще шикарно. Сейчас я постараюсь. В общем, сначала надо придумать мне как брови. спрятать от солярий. А потом хочу показать вам, какие здесь есть солярии. Потому что здесь крутые солярии. И я сегодня пойду в новое. Так, сейчас я возьму. Сейчас я возьму. Здесь, кстати, водичку дают. Так, надо сходить в туалет. И потом покажу солярий, в котором я буду загорать. Открытый. Я в таком еще ни разу не был. Не, а туалет здесь, вы видели, какой? Вообще, джакузи. Туалет. Так, а вот, ну все, блин. Тут реально как в гости к кому-то пришел. Вот. Ну просто на широкую ногу. Такие лампочки красивые. Ой, наслаждение. Какая интересная, красивая штучка. И вот. Такая милая, да? На входе мы тут разуваемся. Разуваемся. Потому что здесь чистота везде. Ой. Такое огромное зеркало. Я уже думала, кто это меня здесь ждет еще? Ох. Откренеть. Кстати, очень сильно зеркала увеличивают комнату. Такое ощущение, что она огромная. А теперь смотрите, какой солярий. Работает вентилятор наверху. Вы видите? Он вообще не открытый. Вот вентилятор наверху. Вот вообще. Какая интересная штука. Он очень мощный. Да, так интересно. В общем, как всегда, все, все есть. Буду фантазировать, в общем, закрывать свои гроби. Я не знаю, что все, все, все. И не знаю, что все. Тут есть фантазия. Из-за этого не знаю. Тут есть фантазия. Очень сложно было что-либо придумать. Мне на брови всё отпадало, поэтому я лицом просто не загорала. Чтобы не переживала моя мастер, я лицом не загорала. Сейчас покажу другие солярии, потому что я только в инстаграме показывала, а меня просили. Сейчас покажу, где я до этого загорала. В общем, необычные солярии, можно попробовать. Я в прошлый раз загорала вот в этом. Омега-сан. Очень крутой. Вот он мне понравился. Ещё. А, вот эту красоту мы видели? Я, кстати, посмотрела, все фоткаются. Все здесь фоткаются. Вот это вот, где встречает администратор. И второй этаж здесь есть. Здесь, оказывается, есть такая штука, когда я наберу себе полностью этот цвет. Здесь есть, только на 15 минут туда уже идёшь. Представляете, там пятна все выводят. Пигментные. Ой, какая киса! Киса! Кися! Кися! Кис-кис-кис-кис! Кис-кис-кис-кис! И, чтобы вы понимали, я ползу. Кис-кис-кис-кис-кис! Ты такая киса красивая! Ой, ёжечки! Какая она зая! Она прям с ковром слилась. Смотрите, здесь вот такая штука, на которой качаешься. Что? Я не пойму, как я снимаюсь, что у меня всё пропадает. В общем, штука, на которой качаешься, она в России. Только здесь сказали. Представляете, какой уникальный, уникальное место, куда я хожу. Ой, побольше бы таких соляриев. Жалко, он один. Мне бы возле дома прямо так всё бы вышло, не одеваясь. Ладно, всё, до следующего раза. До свидания! Спасибо! Этот жуткий ветер, блин, вообще. Что-то у меня уже это... Подшмурыгиваю я из-за ветра. Теперь фиксик попробуем зайти. Кстати, вот хотела сказать про свои бровки. Они у меня полностью слезли. Прекрасный цвет получился. Просто всё замечательно. Я в восторге. И вообще, татуаж это best, the best. И спасибо мастеру. Ссылку я, конечно, оставлю на неё внизу. Естественно, с вами поделюсь всей этой красотой. Вот. И кто ещё сомневается, мне кажется, что вообще супер-мега-класс. Чего я раньше не делала. Ну, раньше не было мастера такого. Спасибо, Элина. Эмоциональный таможный. Там можно абсолютно безопасно и безнаказанно разломать мебель и бытовую технику. Руда снимать. Таким образом стресс пришла. Зашла такая в ларёчек. Такая думаю, сейчас фруктов наберу. А мне-то и можно всего. Только яблоки, груш нет. Всё. Яблоки одни. Я голодная такая чувствую. Прям я привыкаю к этому чувству голода. Что-то в этом есть. Но я держусь. Ну что. Теперь ваш долгожданный фикс прайс. Пойдёмте позырим. Чё там? Приготовила нам фиксик. Фиксик. Чё-то нам приготовил. Ну, в общем, покажу вкратце, потому что ничего не буду покупать. Пасха – это не мой праздник. Так что будем вкратце смотреть, что здесь нам приготовили. Первое, что бросается в глаза – это вот такие вот штучки. Сюда, видимо, яйца надо класть. Прикольно. Салфетки с пасхами. Коврики. Вот такие штучки. Вот, кстати, подарочек. Можно пасхи красивые дарить кому-то. О, вот такой вот набор яиц разноцветных, лёгеньких. Чё ещё? Это пасхальное украшение. Что-то новое. Всякие, короче, разнообразные украшения для Пасхи. Наклейки, шкатулки пасхальные. Христос Воскрес, вот тут написано. А это что такое? Маргаритки. Посылки кондитерские. Вот такое даже тут продают. Скатерть пасхальный, вот такие корзиночки новые. Вот такие штуки. Для чего это, я не пойму. Для сахара, наверное. Смешные. Это тоже для пасок, наверное, в них тут набором продаётся. Ну, вкратце и так, да. Вот дымовские игрушки. Набор с пасхальной подставкой. А, вот такая подставочка. Прикольно, кстати. В общем, много здесь чего есть. А вот парфореты для раскрашивания. А ну-ка, позырим. Три штуки. Ай, прикольно. То есть вы на яйцо одеваете такую штуку. Кисточка, краска. И раскрашиваете. По-моему, вот эта тема. Вот. Но я ничего не буду делать. Пасху мы купим в магазине вообще. И всё. Сейчас погляжу, что ещё тут есть интересного. Но нового вроде не вижу ничего больше. Нет, нашла. Смотрите, какая рамка. Но так как я скоро планирую переезжать. Ну что, мои хорошие. В самый неподходящий момент у меня села батарейка. Ну, в принципе, я всё сняла, что хотела снять. И будет ещё у нас фикс прайс. Потому что я купила что-то. Сейчас я уже голодная. Моя диета, в общем-то... Ой, я жутко голодная. Кисель только выпила. И сейчас, ну, знаете, помогает пить на самом деле. Сейчас я вот выпью. Как раз-таки сегодня не пила ещё. Вот так он просто заваривается. Смотрите. Не заваривается, а просто в стакан выливается. Вот мне дали в солярий водичку. И наливается 100 грамм воды я делаю. Вот так. Размешиваю. Запах такой аромат очень шикарный. И всё. И пью. А напоминает реально сок вот какой-то. Мне кажется, его даже с минералкой можно мешать. И будет вообще сок газированный. Ну, прям вот как продаёт. Стараюсь пить всё время маленькими глоточками для того, чтобы... Ну, за счёт воды утолить. Всё время что-то наливаю и так попиваю. Приятно осознавать, что это полезно. Сегодня у меня осталось ещё один кисель выпить, очищающий на ночь. Надо подержаться. Потом будет уже еда завтра. Сегодня был такой день, прям вообще без еды. Вообще не было почти еды. Ладно. Что ещё я хотела сказать? Наверное, всё. Давайте вложек закончу, потому что он, по-моему, опять длинный получится. В инстаграме кучу всего вам накидала уже. Кто в инстаграме, тот знает сразу уже, что. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Будьте в курсе, прям как и есть события. Я даже сегодня включала прямой эфир перед солярием. Мы в пробках стояли, вместе болтали. Так что добавляйтесь. Будем на связи. Всё, я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok